Доказательство формулы для количества решения уравнения x квадрата, то есть y квадрата, равно n. Смотрите, мы можем для доказательства в таком виде, напоминаю, хи, это функция, которая равна 0 для четных чисел, единицы для дающих остаток 1, предельные на 4, и минус единицы для дающих остаток 3, предельные на 4. Так вот, чтобы доказать в таком виде, мы можем использовать идею рейлера с так называемой z-функцией, с таким формальным рядом. Между прочим, никакие вопросы сходимости нас сейчас интересовать не будут, поэтому смотреть нужно только как на формальные преобразования. единицах делить на 1 в степени с, плюс 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 1 в степени с, и так далее, и так далее. Сумма делится по всем нормальным числам. Из-за того, что есть основная теория мальфиметики, можно представить эту сумму в виде произведения по всем простым числам такой штуки. 1 плюс 1 делить на 2 в стекле с, плюс 1 делить на 4 стекле с, 8 стекле с, 16 стекле с, 32 стекле с и так далее. И у нас здесь получается произведение по всем простым числам поражения 1 плюс П в стекле минус С, плюс П в стекле минус 2 С, плюс П в стекле минус 3 С и так далее. Это выражение формально. Может быть записано в таком виде. Ну, в самом деле, есть знаменитая формула для геометической прогрессии. 1 плюс Q плюс Q в квадрат, плюс Q плюс Q в четвертый и так далее, и так далее. Это единица разделить на 1 минус 1. Опять-таки, это имеет значение, скажем, если С у нас больше единицы, то все эти выкладки имеют даже значение в смысле геометического анализа. Но нас сейчас это не интересует. Для нас это такая вот игра с перестановкой слагаемых. И, в принципе, можно пока не задумываться, при каких С это имеет аналитический смысл, а при каких нет. Для нас это просто формула. А теперь количество решений уравнения в целых числах обозначено через АНН. Проходим по всей целочисленной решетке, кроме начала координат. Для каждой точки вычисляем ее сумму квадратов координат. И рассматриваем такую формальную сумму. Единица разделить на X квадрат плюс Y квадрат в степени S. Разумеется, можно пройти по окружностям. И тогда здесь у нас будет вот такая сумма. Потому что каждая точка находится на окружности какого-то там равенства корень из n. Вы помните, что было единственное разложение на простые множители. Причем, какие были простые целые гауссовые числа? Двойка разлагается как 1 плюс Y в квадрате умножить на делитель единицы. Простое число, дающее остаток 1, разлагается на 2 неассоциированных множителя. Простое число, дающее остаток 3, предельное на 4, остается простым в множестве целых гауссовых чисел. Поэтому, если мы напишем то же самое, только не для всех натуральных чисел, а для всех чисел, отличных от нуля, если мы здесь шли по целому, то здесь, соответственно, была бы еще двойка в числителе. Вот здесь вот, надолбимся еще два, потому что числа бывают плюс и минус. А у нас есть один, минус один, минус, и за счет этого возникает здесь вот множитель 4. Так вот, смотрите, вот эта формула абсолютно аналогична этой. Только для целых гауссовых чисел. Мы смотрим, какие вообще бывают простые числа в границе целых гауссовых чисел. Вот это один плюс и, здесь в квадрате, потому что каждая разложилась на 2, а здесь у него сумма квадратов равна по квадрату, поэтому здесь минус 2с, а здесь минус с. Замечательно. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось вспомнить формулу разности квадратов. Вот это выражение, это в точности произведение таких. 1 плюс умножить на 1 минус одно и то же число, это как раз и минус минус квадратов. И теперь смотрите, как все замечательно получилось. Я вот этот квадрат написал два раза. Теперь, ну 4, но есть 4. Вот все вот это, это в точности дезинфункция. Присмотрите, вот здесь у нас есть произведение по всем простым числам. Так замечательно, вот это простое число. Другие простые числа, остаток 1, остаток 3. Вот это все дезинфункция. Мы получили совершенно замечательную формулу. Сумма, с которой мы начали, та самая а-н-делить на n степень с, это оказывается 4 умножить на z-функцию, умножить на такое произведение. Но можно переписать это произведение вот таким образом, взяв уже по всем простым, потому что хи от п, когда п дает остаток 3, это единица. А хи от q, когда q было 3 по мудрю 4, это минус единица. И как раз здесь все правильно получается. И дальше вспоминаем, что такое z-функция. И смотрим, а что в тех выкладках, когда мы получали формулу для предложения z-функции, что было бы, если бы здесь стояла какая-то мультипликативная функция. Ну, очень просто. Мы же там разлагали на множители, пользовались основной теоремой арифметики, у нас просто-напросто она идет в числитель. И получается, что z-функция, это сумма выражения вида единицы делить на n степень с, а здесь хи от m делить на n степень с. Отлично. Перемножаем. Получается сумма по всем и правильным m и n хи от m разделить на m в степень с. Осталось все, чего. Обозначить произведение n на m в какой-нибудь к. И получается, что вот эта вот сумма, это и есть сумма, ну, четыренная, в минус, в минус, в минус и четыренная. Сумма чего? В знаменателе стоит k в степени s, А здесь стоит сумма х, взятая по всем делителям числа k. Таким образом, а кд, это как раз и есть, вот эта вот сумма умноженная на 4, что ей требуется доказать.